Вот, друзья, знаете, вы русские, вы говно. Ладно, вот это ваш сын был. Будьте вы прокляты все, русское говно. Здравствуйте, люди добрые. Вы находитесь на канале Голос Правды. Давненько я не записывал видео, но считаю своим долгом поделиться с вами данной новостью. Наконец-то блогер Захар Артемьев показал свое истинное лицо, свое настоящее отношение к русскому человеку и к русскому народу. Сейчас он находится под арестом или задержан где-то в Москве. Он совершал пешую прогулку со сторонником шамана Габышева, который сейчас, над которым откровенно издеваются. Он проходит принудительное лечение, так называемая карательная психиатрия, лежит в лечебнице. Ничего хорошего, конечно, в этом нет, это страшно. Честно говоря, поддерживаю шамана Габышева. Вот с Захаром Артемьевым уже давно не общался, наверное, более полугода. Чувствовал какое-то отвращение к нему внутреннее. Хотя вот он вроде правильные вещи говорил, но вот все равно у него как-то проскальзывали какие-то детали, которые выдавали его истинное отношение к нашему великому народу. Ну, что долго говорить, посмотрите вот это видео. Вы меня задержали, непонятно, за что они и бывают. Вот, друзья, знаете, вы русские, вы говно. Ладно. Вот это ваш сын был. Будьте вы прокляты все, русское говно. Поняли? Идите во все. Будьте прокляты все, кто русских считает великими. Вы говно. Поняли? Русские невеликие, русские говно. Потому что вы, ваши матери и ваши дети говно. Будьте вы прокляты. Проклинаю вас Богом Единым. Проклинаю всех русских людей Богом Единым. Будьте вы трижды четыреста бужды прокляты. И недобрый вам вечер. Будьте вы прокляты. Я в мусарной сижу. Я сижу с нормальным чуваком. Сижу у нас непонятно, за что взяли. Русские говно. Вот что значит. Вот. Потому что ваши русские нас мучают. Если связь поможет, я забываю. И будут. Недобрый вечер. Вы все в нём. И вы никогда мне не поможете. Вы говно. Поняли вы? Никакие вы не русские. Вы говно. Здесь связь есть. Связь есть, да. Связь есть. Хочешь передать привет людям. Вот. Смотри. Вот это каратель. Вот это. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, это место является секретом? Нет. Это мой. А. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Друзья, помните, Захар Артемьев кричал, что он русский человек, что он за русского человека себе жопу на британский флаг, извините, порвёт. Помните? Помните, он кричал, что видел облачный мир после того, как его сбила машина, себя называл блаженным. Друзья, вот все эти слова на самом деле не имеют значения. Это обычный фарисей. Понимаете? Никакой он не русский человек. Я не знаю, какой он национальности, но русским я его точно не признаю. Он не русский для меня. Хочу ещё одну историю рассказать вам. Недавно прогуливался по ночной Перми, слушаю музыку, иду, гуляю, наслаждаюсь. И подходит какой-то молодой человек, что-то начинает говорить. Я снял наушники, поинтересовался, что он хочет. Он сказал, что ему надо денег на проезд. Хотел дать ему на проезд 26 рублей, не обеднею. Потом он сказал, что он живёт якобы в посёлке Иринском, и ему надо денег на такси уже. 290 рублей. И вы знаете, я вот как-то начал с ним общаться, и вот что-то вот странное в нём было. Он какой-то был весёлый какой-то, глаза прямо горели. Понимаете? Так человек, который страдает, не выглядит. Понимаете? А он был прямо такой радостный, весёлый. А я поинтересовался, а где твои деньги, почему вот ты без денег? Он сказал, что я вот приехал из посёлка Иринский и хотел поступить на исторический факультет Пермского государственного технического университета. Я обрадовался, а сам историк. Ну, немножко пообщались. Я уже, честно говоря, хотел ему дать денег. Думаю, ну вот человек действительно попал в сложную ситуацию. С кем не бывает, тем более историк. И задал ему единственный вопрос. Дружище, а в каком году произошла Куликовская битва? Ну, маломальский, подкованный в истории человек, тут же ответит, 1380-й. А молодой человек мне на это ответил, ну где-то в 1281-м году, ему сказал, лох, пока. Воткнул наушники в уши и пошёл дальше слушать музыку. Понимаете, друзья, вот если вы хотите узнать сущность человека, понаблюдайте за ним хотя бы малое время. Если у вас что-то вызывает сомнения, значит с этим человеком что-то не так. Задайте ему пару вопросов каверзных. Если он на них ответит так же, вот как этот молодой человек, значит это какой-то мудный тип. Так же, как и Захар Артемьев. И, друзья, недавно тоже смотрел новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин что-то зачесывал школьникам, ну и сказал, что царь Пётр Первый воевал в семилетней войне со шведами. Шведский король Карл дошёл до Полтавы и заявил о том, что где Полтава, а где Швеция. Ну и школьник один слушал, слушал, не выдержал уже потом. Говорит, извините. Говорит, но эта война называлась не семилетняя, а просто северная, и длилась она не семь лет, а 21 год. А от себя я хочу добавить, что царь не Пётр Первый, а Пётр Великий. Понимаете, царя неуместно, как и людей, называть числительными. Пётр Великий, это прозвище ему дал народ. Так же, как и Ивану Грозному. Понимаете, не принято царей называть числительными. Ну, это для меня лично, не знаю, может кто-то согласится, кто-то нет, напишите ваше мнение. И ещё хочу добавить, что царь Пётр Великий говорил о том, что обычные школьники кончают школу за 7 лет. Ну, в те времена, в его времена учились школьники 7 лет. А мы прошли школу со Швецией 3 курса, 3 раза, понимаете, 3 по 7 за 21 год. Из-за одного битого, двух небитых даёт. Вот это он тоже говорил, друзья. Не забывайте этого. Меня уже и пили, и всё. Поэтому за одного битого, двух небитых дают. Друзья, вот этот вот эпизод Путина со школьником показывает истинное образование Владимира Путина. Человека, который управляет нашей великой страной. И вот, когда он начинает писать исторические статейки, мне становится смешно. Я думаю, сейчас будет смешно всей стране. Ну, друзья, пишите ваши комментарии, может, напишите какие-нибудь тоже забавные истории из жизни. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok